Венера и Адонис. Венера и Адонис известная композиция. Как мы знаем, Венера была влюблена в человека Адониса. И здесь Адонис собирается на охоту. Он мужчина и добытчик. Но Венера знает, что его ожидает там трагедия. И пытается всячески его удержать. Но он не слушает ее и выходит на охоту. Там Адонис погибает от рук дикого зверя. И тогда Венера очень опечалена была. Венера у нас отвечает за любовь на земле. Боги смотрят олимпо и не понимают, что происходит. Никто не влюбляется, никто не женится, не рождаются дети. Нет романтики, нет чувств, нет страсти. Что же это такое? Обращаются к Венере. Венера, в общем-то, это твоя, скажем так, твоя ответственность. И давай наведи там порядок. Она говорит, я не могу ничего сделать с этим. Моего возлюбленного нет. И нет их любви, и нет этих состояний, которые бы могли помогать ей поддерживать это состояние на земле. Тогда боги просили, просили ее, но ничего поделать не могли. Они пошли в царство Аида и стали просить его, Аид, выпусти нам Адониса для того, чтобы как-то решить эту ситуацию. Никто ни в кого не влюбляется. Адонис говорит, извините, попал, так попал, ничего поделать не могу. В царстве мертвых находится. Но очень усердно просили, и тогда Аид согласился. И он стал выпускать Адониса к Венере один раз в год на три месяца. И это время принято называть весной, когда опять все влюбляются, наступает романтика. Вот такая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова